Какой изъян вот есть в этих рассуждениях? Я помнил это решение очень давно. А потом в книгах я прочитал другое решение, вот в котором было написано, что утке не надо вот сюда вот попадать на R на 4. В книгах написано, что утке достаточно попасть на окружность, например, не R на 4, а скажем 0,99 от R на 4. Смотрите, вот в книге их написано, примерно так. Пусть утка, маневрируя из центра озера, попадет на окружность вот такого радиуса, сохраняя позицию к весене. Не R на 4, а вот такого, 0,99 от этой величины. И потом она же прямой, значит, к берегу, и здесь утка не успевает. Но я-то помнил решение, когда вот эта величина фигурировала. И подумал, почему же потом в книгах изменили вот это R на 4 вот на это. И тут как раз вот одновременно как-то вспомнил книгу Владимира Григорьевича, 0 до опричаливания. И сейчас вам расскажу, какой же здесь есть изъяк. Смотрите, когда мы, не мы, а утка маневрирует вот внутри этого круга, радиус R на 4, у нее есть составляющая скорость. А, у нее есть составляющая скорости радиальная и касательная. Когда вы какоманеврирует внутри круга, у нее есть составляющая радиальная и касательная. Вот скорость V, касательная и радиальная. И радиальная, прямоугольник здесь включается. Так, V радиальная. Какая у нас V радиальная? Мы где-то писали здесь V радиальная. Нет, мы с вами писали V касательная, да? Давайте вспомним. Мы с вами писали формулу для касательной составляющей. Продектуйте, помните, у кого есть, другая, нет? А, 4R делить на R, да? Так или нет? Ну, никто не помнит. Давайте снова это восстановлю. Вот, а у меня сохранилась форму. Вот она, 4VR делить на R. 4, ну, можно так написать. 4VR делить на R. Вот касательная составляющая. Она позволяет сохранять утке оппозицию. А V радиальная. Какая же тогда получается радиальная составляющая утки, за счет которой утка удаляется от центра озера? Значит, эту радиальную можно записать в таком виде. В радиальная равняется. 4V разделить на R, корень квадратный. Здесь получается R разделить на 4 в квадрате, минус R квадратный. Вот радиальная составляющая, за счет которой утка удаляется от начала координат. Так посмотрите, когда у нас R малая приближается к R на 4, когда утка приближается вот к этой окружности, у нее радиальная составляющая стремится к нулю. Значит, происходит следующее. Наша утка попадает на эту окружность с нулевой радиальной скоростью. Можно сказать, что утка приплывает на эту окружность, причаливает с нулевой радиальной скоростью. И какое здесь может быть препятствие для утки? Сколько времени происходит это, причаливание к началу, к этой окружности? Потому что скорость-то замедляется. Скорость стремится к нулю. И возникает вопрос, может ли утка придерживаться такой стратегии? Может, она бесконечно долго будет приближаться на эту окружность? Значит, получается, что на этом печаливании у нас вот такой вот. V и R. Если посмотреть на эту функцию, то она имеет такой вид. Я обозначил это таким образом. Это корень единица минус R квадрата. Или S квадрата. Вот это функции такого вида. Она зависит от R. Все коэффициенты остальные здесь не важны. Итак, нужно рассмотреть еще один закон причаливания. Вот такой. И выяснить, каково время причаливания по такому закону. Так, у нас будет три закона, вы помните. V1, V2, V3. Теперь появился закон VR. Вот такой. Но сравните эту скорость причаливания с теми тремя скоростями. Это? Совершенно верно. Отлично. Это будет настоящая четверть окружности. Вот. Это скорость V радиальная. Так. Есть линейный закон. Время бесконечно долго. А помните, еще у нас была дуга параллельной? Это был закон V2, по-моему. V2. Так вот, легко убедиться, что V2, корень квадратный, единица минус S, и VR, корень из единицы минус S квадрат. Вот что больше, посмотрите, V2 или VR, что больше? Вы считаете, что это больше. S у нас в дробь. Посмотрите, в дробь. Дробь вы свели в квадрат, получили меньше, чем S. Значит, здесь подкоренное выражение меньше или нет, больше, потому что вы считаете меньше. Значит, на самом деле, вот такое неравенство. VR больше, чем. Это означает, что вот та парабола, в которой мы сейчас вспоминаем, парабола, она вот внутри находится, вот ниже. Парабола, дуга парабола расположена ниже. Но уже время причаливания T2 конечное. Время причаливания T2 конечное. Значит, причаливание с большей скоростью, тем более и конечное. Значит, лутка может благополучно за конечное время попасть на эту окружность. Вот, собственно, последняя финальная точка в нашем разговоре. Оказывается, здесь можно сказать, опричали утки. Попадание утки в эту окружность, и оно происходит за конечное время. Так что, но это рассуждения довольно непростые, да, они не элементарные. Трудно написать это решение там в книжке где-то. И поэтому, когда вы откроете книгу с избранными олимпиадными задачами, вот там решение этой задачи приводится такое, что лутка попадает не на эту окружность радиуса 1 на 4, а меньше радиуса окружности. И там уже скорость в ноль не обращается. Там ни к какому причаливанию, что его в скорости речи не идет. А мы вот выяснили, что можно и такое решение рассматривать. Спасибо.